Третий форум региональных сроков массовой информации собрал около 150 журналистов из всех регионов Украины. Организаторы вызначили его формат «Свободный диалог». Главная задача – обмерковать актуальные вопросы деятельности профсоюзных организаций и удокладить механизмы взаимодействия профсоюзу и СМИ. Сегодня Федерация профсоюзов Беларуси – самая массовая громадская организация краины, которая объединила больше 96% экономично-активного населения. У абсолютных лечебных это 24 миллионов человек, что даёт максимум оценивать ситуацию всебоково и объективно, профсоюзный мониторинг цен, организация громадского контроля за выполнением законодательства по охове праце, удосконаливание коллективных договоров. При этом у Федерации профсоюзов подкресливают, с допомогой журналистов иснующие проблемы выражаются больше эффективно. Когда журналист говорит, сегодня вам могут помочь там-то, там-то, или сегодня такая-то проблема, она есть сегодня, но она будет решаться вот так, вот так, и через такое время мы узнаем результат этого всего. А мы уже, наша задача быть авторитетными спикерами, авторитетными комментаторами, для того, чтобы людям рассказать, как эта проблема будет решаться, а при необходимости вмешаться в ситуацию конфликтную, если она возникает, чтобы её регулировать. Сегодня профсоюзы пропонуют новые инициативы, накереванные на приобщение о якосе житя, населенности, у приватности, размыва и диаб, унесение изменений у контрактную систему. Заработниками, яке долгий час працуют добросумленно, контракты пропонуются заключать, як минимум, на три годы, те увогли, бестерминовые. Особная размыва по тримцам работнику предприемств, яке суткнулись с часовыми проблемами, для их может быть створен так званый компенсационный фонд. По пропонове профсоюзов, гэтае пытание зараз разглядается у Советов Министров. Необходным лечить у громадской организации и больше активное створение працовных местов, на думку профсоюзов, значный резерв развития туристичной сферы. Человеку, яке жадая працовать, необходно створить для гэтага все умовы, кто не жадая, повинен компенсовать державе расходы на его утриманне, старшиня ФПБ Михаил Орда, правновое громадство с семьей, где у кожных аючь свои льготы и свои обовязки. Если ребенок сегодня сидит за столом, это сегодня подрастающее поколение. Это поколение сегодня будущего, где мы его воспитываем, формируем и так далее. Общество содержит. Если дед с бабой, они все отдали, все, что могли, отработали, это то, на чем мы сегодня стоим, живем, это то, что ими создано. Мы продолжаем. Значит, если ты сегодня защищаешь и долг отдаешь, тоже понятно. Если ты сегодня учишься, тоже понятно. Ну а все остальные должны работать. Почас свободного диалога журналисты звертаются до представников Федерации профсоюзов Беларуси и Министерства информации с пытаниями, яке саправды хвалюсь людей у регионах, пенсийное забеспечения и первое прационное место для выпускников ВНУ, меры по потребности семьи и гаранты специалистам, яке заняты уличбовой экономицы, узмаснение отказности за предоставление недокладной информации у СМИ. Дразу знайти отказы на все огученные проблемы немогчимы, алик это не значит, что их не треба обмерковывать с пропонованием шляхового рашения. Заречи, подчас форума у Федерации профсоюзов Беларуси огучивают идею об проведении конкурсу на лепшее осветление у СМИ пытанию работы этой организации. У Министерства информации идею потребуют. Трехстороннее соглашение между работодателями, органами власти и профсоюзами, это на сегодняшний момент является главной стратегической задачей, одной из главных в нашей стране. А средства массовой информации должны разобраться в этих соглашениях, донести до населения, показать правдивость и, в общем-то, показать роль и функцию одного из самых крупных общественных объединений нашей страны.